На данный момент наша съемочная группа находится на стадионе Кыргызской академии физической культуры и спорта. И как вы можете наблюдать, МЧС Кыргызской республики проводит аттестацию своих сотрудников на знание и практику пожарной дисциплины. Аттестация проходит в трех этапах. Первое – это проверка тестирования на знание, второе – это сдача нормативов, и третье – это проверка физической подготовленности сотрудников МЧС, то есть одевание спецодежды пожарной, а также упражнений и бег на три километра. В чем же заключается работа сотрудника МЧС? Самое главное и важное в этой сфере – это спасать жизни людей при чрезвычайных ситуациях. И ошибается тот, кто думает, что спасатель. МЧС – это профессия только для мужчин. В рядах спасателей немало представительниц прекрасного пола, которые ни в чем не уступают своим коллегам-мужчинам. Я сама выбрала эту профессию, мне нравится. И вообще форму украшает как женщин, так и мужчин, наверное. Самый яркий для всех военнослужащих – это погоны, звездочки. Самый яркий был, когда я получила свое первое первичное офицерское звание, лейтенант. Ну, наверное, тогда ждала с трепетом. Ну, наверное, это самое запоминающееся. Это когда тебе вручают погоны, звездочки долгожданные. Наверное, это. Для всех аттестуемых участие в подобных мероприятиях – не впервые. Потому как их профессия напрямую связана с риском для здоровья при непредвиденных обстоятельствах, где и проверяется физическая подготовка и сноровка самих спасателей. Для Амана Турсунбекулу его профессия является делом его жизни. Я работаю в МЧС на протяжении трех лет. С каждым годом у нас проводятся подобные мероприятия, целью которой является проверка физического состояния сотрудникам. В городе Бишкек также во всех регионах проводится подобная аттестация. Первый этап – бег на 100 метров. Я сдал на отлично. Второй этап – это бег на 3 километра. Затем подтягивания. Четвертый этап – сдача теста. После идет пожарно-спасательная подготовка. Я думаю, что в конечном итоге аттестацию пройдут успешно. Предварительно до аттестации все сотрудники МЧС прошли тщательный медосмотр в поликлиниках столицы. Цель медслужбы в этом мероприятии, на этой аттестации, заключается в том, чтобы выявить лица, которым не рекомендуется сейчас сдавать аттестацию по физподготовке. То есть не рекомендуются физические нагрузки, не рекомендованные. Потому что, как вы видите, особенно когда 100 метровка, очень такие ресурсы внутренние у людей задействованы, когда у них, если были бы какие-то медотводы, то нежелательно было бы. Но стоит отметить, что перед этой аттестацией все наши сотрудники прошли углубленный медицинский осмотр. Именно в поликлиниках города. Подобная аттестация ранее была проведена в других регионах и общая оценка выведена как хорошо. Оценки аттестации никак не будут влиять на заработную плату или работу сотрудников МЧС. В первую очередь идет оценка знаний и создание резервных кадров сотрудников. Три подразделения в данный момент создают аттестацию. Аттестация состоит из трех этапов. Первый этап – это теоретическая часть тестирования. Второй – это выполнение практических приемов. Третий – это сдача норматив. Норматив именно по физической подготовке и по пожарно-строевой подготовке. Физической подготовки – бег на 100 метров, 3 километра и километры. И подтягивание. Это согласно возрастной категории тоже учитывается. Пожарно-строевая подготовка – это норматив одевания боевой одежды пожарного, вязка узлов, переговорка одинарной, там двойной. Третий – это от колонки 40-метровой рукава будет прикладывать. С первых секунд от слаженности и грамотности работы сотрудников МЧС зависит жизнь граждан. Очень часто бывает, что спасательные работы могут длиться не только часами, но и сутками. В связи с этим очень важно учитывать физическое состояние и подготовку, а также знание правильного оказания первой помощи пострадавшим. У нас сейчас в МЧС проходят очень глубокие реформы. Реформа состоит из трех частей. Это первое – поднятие профессионального уровня наших сотрудников, в том числе и гражданских, и военных. Для этого мы проводим аттестацию. Второе – повышение потенциала Министерства чрезвычайных ситуаций. И третье – создание условий для их работы и для их тренировок. В связи с этим, если мы судим по повышению кадрового состава, повышение профессионального уровня, сейчас в связи с этим мы проводим аттестацию со стороны базовых теоретических знаний. Второе – физическая подготовка. В этом году министерством МЧС планируется приобретение значительного количества профессиональных машин, такие как 81 единиц тяжелой техники, бульдозеры, погрузчики и поставка 240 единиц из Российской Федерации, рассказали в министерстве. Аттестация проводится среди трех подразделений МЧС. На площадке присутствуют медики, которые следят за состоянием здоровья участников аттестации. Результаты будут готовы через два дня. Подобные мероприятия планируют проводиться чаще. Мария Мьянфубик, Султан Мурадилов, СТВ, город Бишкек.